Субтитры делал DimaTorzok Вчера была произведена в кавычках уборка снега, неудовлетворительная, за что нам будут выставлять дополнительную строчку в квитанции. Мы этим были недовольны уборкой. Где почистили, где нет. А квитанции будут исправно нам выставляться. Ежемесячно выставляют, счет с нас берут. Ситуация не меняется. Это вообще небезопасно. Коляска плохо ездит, дороги нечищены. Мало того, что трактор вчера был, плохо уборка была произведена. Дворник вообще не появляется у нас здесь, не посыпает. Лед не отколупливается абсолютно. Такая ситуация давно у вас? Всю зиму. Да, у нас всю зиму. Всю зиму у нас отговорки о том, что машины не убраны, поэтому трактор вам чистить не будет. Утром 16 марта во двор приехал трактор. Но, говорят люди, от этого мало что изменилось. А у соседнего, 31-го дома, вычистили все до асфальта. Гололёд, идём прямо скользим. Хотя все платят исправно. Вот в такую колею попадает колесо машины при подъезде к дому. Я сама лично вчера ходила, фотографировала, выкидывала фотографии в чат, просила, чтобы убрали машины. Многие откликнулись, убрали машины. Но по какой-то причине трактор у нас не смог почистить эту территорию. И причём я хочу сказать, я лично обращалась к товарищу Жиговреву с просьбой. У меня мама после инсульта. Сейчас мы ездим по больницам с ней. И вот чтобы ей вот сейчас вот растаял вот этот вот пантус, да, вот где инвалид спускается. Так мне, чтобы её доковырять до машины, это семь кругов ада. Здесь же, у дома, мы встретили директора управляющей компании «Элемент», который относится к Дом Нахромова, Вячеслава Жигарева. По его словам, некоторые жильцы, не разбираясь в сути проблем, искажают картину. Данная дорога принадлежит городу. Это абсолютно неважно, потому что мы платим дополнительную плату за это. Мы за свои деньги вызываем этот трактор каждый раз и платим каждый раз со своего кармана. Поэтому, если мы просим там почистить, то уж за наши деньги, будьте добры, за дополнительные, это выполнить. Но этого нет. Относительно вот этой колеи, её вообще в силах убрать с трактором? Да, конечно, да, конечно. Что для этого нужно? Машину убрать. Как делает, как вы говорите, 31-й дом. Там убираются полностью автомобили. Не, не надо ничего говорить. Пойдёмте. Вот, вот эта машина стояла, эта машина стояла, эта машина... Вот середина, что вам мешало убрать середину? Здесь машины не стоят. Вот, просто отработал. Сколько мог. Вот здесь стоял автомобиль. Мы не смогли убрать. Есть фото и видео, да. Хорошо, а дальше вот что? Вот здесь не было машин. Кто вам сказал, что здесь не было машин? Здесь были машины. Люди видят, что чистка не происходит. Никто, никому это не надо, да, в плане управляющей компании. Естественно, все не стали убирать машины. Потому что это просто невозможно, их ставить некуда. Автомобилей не было, всё было почище. Там теплотрасса. Какая там теплотрасса-то? Теплотрасса, там и не надо кричать. Там теплотрасса. У вас конфликт с этим домом? Да. Не с домом. Не с домом, а с каким? Раз, два, три, пять человек, не более. То есть остальных всех устраивает, да? Как показало голосование, более 70% жителей проголосовали за переход в новую управляющую компанию. Жильцы дома показали нам фотографии их двора на момент уборки трактором. Уверяют, машин осталось мало. По их мнению, можно было почистить лучше. Впрочем, руководство УК не уклоняется от диалога. Спустя время уже к нашей телекомпании подъехал Вячеслав Жигарев вместе с представителями 27-го дома. Трактор не может, извините, подвинуть машины и в этом месте почистить. Естественно, какие-то огрехи есть. Потом, значит, жители говорят, между четвертым и пятым подъездом не почистили. Там этот угол, там вообще машинами заставлены. И туда трактор, в этот угол, он просто не может подъехать. С нашего дома убрали машины, а вот чужие машины, с других домов, конечно, они остались. Директор ходил и бил, значит, чтобы по колесам, чтобы хотя бы сигнализация сработала и машины, чтобы убрали. Ни один человек не вышел. Ни один. Посыпать дорожку песком, чтобы было небезопасно детям, старикам. Повторюсь, у нас постоянно посыпается, если дом у нас самый большой в Радужном, Хромова 27. И дворник, дворник, да, он старается сейчас до асфальта вычистить, ну, есть приказ ему, до асфальта вычистить дорожку. А по поводу песочком, ну, вы поверьте мне, сегодня после обеда уже все будет не только почищено, но и посыпано. По мнению старшей по 27-му дому, причина этого конфликта кроется в лифтовом вопросе. Вернее, долговых обязательствах за ремонт лифта. Цена вопроса более 600 тысяч рублей. Вместе с сотрудниками прокуратуры мы приезжали в этот дом в 2022 году, когда в многоэтажке несколько дней не работали лифты. Большинство не хотят платить за ремонт лифтов. Это доп, это значит, управляющие компании себе ложат в карман. Вот из-за этого пошел весь... И перекинулась на тротуары, на дорогу? На все, на каждую мелочь. Плохо убирает уборщица. Приходите в подъезд, смотрите, все убрано. Плохо убирает дворник. Дворник все время убирал. Да, он заболел две недели, его не было. Но извините, каждый может заболеть. Я пытался идти на конструктив, я пытался с ними встретиться. Я их предлагал в офисе, я предлагал к ним прийти на дом спокойно, без оскорблений и всего. Кроме ***, я ничего не слышу. Вы слышали что-нибудь, что хотят жильцы дома переходить в другую управляющую компанию? Ну, я не стал голосовать. Потому что в чате пошли неприятные высказывания, оскорбления и обвинения. Старшая по дому отрицает переход в другую управляющую компанию. Ну, это неправда. Например, в моем первом подъезде, там больше половины. Вообще даже бюллетени не брали. Даже не брали бюллетени. Вы сами, как старшая по дому, довольны работой управляющей компанией? Вы знаете, с управляющей компанией всегда можно решить вопрос. Сам Вячеслав Жигарев так ответил на вопрос об оплате трактора, очищающего двор. Допуслуги у них включены в договор и в протокол, за который они голосовали. Цена вопроса за два раза в месяц трактора, мы больше, чем все, чистим. 46-49 рублей с квартиры. Ну, я не думаю, что 46-49 рублей – это такая какая-то баснословная цена за то, что мы выставляем только те суммы, которые нам тракторист выставил. Мы даже не берем себе какие-то проценты, банк или еще что-то, или налоги. Мы все выставляем до копеечки. Все документарные проверки мы с ГЖИ, и вот я вам честно скажу, я вчера был в ГЖИ, и все фотографии я туда предоставляю ежедневно, а по поводу уборки 27-го, 31-го, 80-го, ну вообще всех моих домов. И не поверите, все инспектора в один голос говорят, нам бы такую компанию. 17 марта, когда репортаж готовился к эфиру, нам пришло сообщение, что управляющая компания посыпала во дворе дорожки песком. Это уже хорошо. Хотя основной конфликт только песком не разрешишь. Возможно, потребуется вмешательство других сил – правоохранительных. Мы следим за ходом событий.